Первые арбузы появились на прилавках города. Роспотребнадзор не рекомендует покупать южные ягоды вдоль автодорог и в необорудованных торговых точках. Лучше всего это делать там, где плоды проходят необходимую санитарную экспертизу, например, на рынках. Но недавно покупатели усомнились. В качестве арбузов они проверили ягоду с помощью нитратомера и ужаснулись. Показатели прибора просто зашкаливали. Моя коллега Анна Княжева провела свою контрольную закупку. Фотографии нитратных арбузов появились в тюменских соцсетях. Родители взволнованы. Чем приходится кормить детей? Нитратомер зашкаливает. Конечно, испугались. Красным загорелось. Каждый человек испугается. Я сфотографировала на форум, скинула, что не берем, потому что мне нитратометр показал. Опасно. Но я бы ребенку своему не дала. Если бы у меня этот аппарат показал, я бы своему ребенку не дала бы этот арбуз. Ну, в итоге что с арбузом дальше сделали? Утилизировали. Измерения Ольга проводила с помощью вот такого прибора. Его можно купить в специальных магазинах. Сами продавцы такой техники говорят, у нитратомера есть погрешность. Производитель указывает погрешность до 30%, но, как показывает наша практика и опыт, если превышение есть в продуктах, то оно в 2, в 4 и в 8 раз. И эта погрешность не влияет ни на что при выборе качественного продукта. Мы провели эксперимент прямо в магазине. Овощи и фрукты на тарелке оказались в пределах нормы. Все, кроме сливы. Тут нитратомер загорелся красным. Но для чистоты эксперимента мы отправились на рынок, где есть собственная лаборатория. В качестве независимого наблюдателя выступила Ольга, которая несколько дней назад выбросила арбуз, испугавшись показаний прибора. На том же месте у того же продавца мы купили другой. Нужно в нескольких местах делать прокол, мне сказали. Я могу сейчас еще один сделать. Норма. А здесь 44. В разных местах арбуза нитратомер выдал разные цифры. В лаборатории рынка, куда мы принесли арбуз, такой путаницы в показаниях не удивились. Нитратомер, он исследует полностью все соли в целом. Сульфаты, нитриты, нитраты, фосфаты. Плюс мы не знаем, какие приборы. Проходит он поверку, не проходит он поверку. Есть у него паспорта качества. Способы хранения этого прибора. Был битый, не битый. Как его перевозили. Это же все тоже дает погрешности. Поэтому наш арбуз мы попросили проверить на лабораторном оборудовании. Поверку и калибровку оно проходит регулярно и замеряет только нитраты. И если бытовой прибор определил качество продукта за несколько секунд, то здесь пришлось подождать. На данный момент 2,4 показывает. Первая проба. При ПДК арбузов 60. Миллиграмм на килограмм. Вторая проба тоже показала, что нитратов в этом арбузе практически нет. Увидели, конечно. Я сейчас опровержение напишу. У лаборатории я сходила, я увидела в лаборатории, что нитратов там нет. Но все равно у меня. Нитратомером все равно в лиге пользовалась? Да. Для подстраховки. По данным Роспотребнадзора, достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом. Но есть и внешние признаки опасной ягоды. Слишком яркий цвет мякоти, желтые, а не белые волокна, идущие от сердцевины к корочке. А также глянцевый срез, который в норме должен состоять из крупинок. Анна Княжева, Алексей Красных, Тюменское время.